Всем привет! Сегодня мы будем декорировать обложку вот такого ежедневника. А именно, будем делать объемную обложку с глазом дракона. Обложка ежедневника похожа на пленку ПВХ. Поэтому мы наносим клей-момент-кристалл на лицевую часть обложки, хорошенько его распределяем и приклеиваем обычное бумажное полотенце. Этот слой у нас будет служить связующим. Весь дальнейший декор мы будем приклеивать на клей ПВА, и он хорошо приклеивается к бумаге, а вот к пленке ПВХ не очень. После просушки подрезаем и дополнительно промазываем клеем ПВА. Полотенце у меня двухслойное, это поможет склеить слои между собой. Крупные элементы декора я буду делать из самозатвердевающей глины. Глину нужно хорошенько размять руками, но если она остается все еще недостаточно пластичной, можно добавить немного воды. Формировать нашу будущую обложку я начинаю с центра. Здесь, собственно, у меня и будет располагаться глаз дракона. В первую очередь делаем сам глаз и верхнее и нижнее веко. Все элементы еще до высыхания я смазываю сразу клеем ПВА. Также до высыхания глины необходимо нанести рельеф. На верхнем и нижнем веке это полоски, имитирующие небольшие складки. На шипах я также буду делать имитацию небольших трещинок. И снова все элементы декора промазываем ПВА. Вот так все это дело выглядит на промежуточном этапе. Пока не очень-то похоже на дракона, да? Снизу я тоже решила добавить небольшие шипы. Технология не отличается. Формируем шипы, наносим рельеф, приклеиваем на ПВА. На нижней и верхней части обложки мы будем делать имитацию чешуек. Для этого я делаю небольшие элементы вот такой формы с ребром посередине. Во втором слое элементы уже делаю более вытянутые, они уже более похожи на чешуйки. Ну и конечно же снова все фиксируем на ПВА. Пресс-накрест наношу палочкой насечки, чтобы создать рельеф. На верхней части чешуйки я делаю в один ряд. Там у нас будет еще дополнительный декор, но уже не из глины. С мелкими деталями из глины мне возиться было неохота. Поэтому я беру специальный акриловый состав, который предназначен для имитации жемчужин. По сути это густая акриловая краска, которая может делать выпуклые элементы. То есть она не растекается. Вокруг глаза я делаю вытянутые капельки в продолжение шипов, а остальное пространство заполняю точками разного диаметра. Теперь для дальнейшей работы все это нужно хорошенько просушить. Для следующего этапа используем бумажные салфетки. Я скручиваю жгутик из салфетки, предварительно смазывая ее ПВА. И палочкой аккуратно размещаю ее в углубление. Так декор смотрится более цельно. Для дополнительной фиксации сверху опять же обязательно промазываю ПВА. Верхнюю часть дополняю небольшими конусообразными шипами из бумаги. Такие элементы из глины делать сложнее, потому что она достаточно хрупкая. Проще было сформировать их из бумаги. После того, как все немного подсохло, начинаем наносить клей ПВА и проклеивать всю обложку небольшими кусочками салфеток. Сколько глина достаточно хрупкий материал, это поможет избежать ее скулов в дальнейшем. А также обеспечит дополнительную фиксацию на обложке. К тому же это немножко сгладит рельеф поверхности. Оставляем на несколько часов, чтобы все хорошо просохло. Кномной цвет ежедневника я кардинально менять не буду, поэтому покрываем все черной краской. Кисунок объемный, поэтому его обязательно нужно проверять под разными углами, чтобы не допустить недокрашенных частей. Краска у меня высокой плотности, поэтому мне достаточно одного слоя, чтобы вся обложка стала равномерно черной. Посмотрите, вот так выглядит уже гораздо лучше. Но, естественно, это еще не финал. Берем немного золотой краски и почти сухой кистью проходимся по всем выступающим элементам. Это визуально придаст дополнительный объем нашему декору. Таким образом я покрываю весь декор на обложке, кроме зрачка. Его мы будем делать оранжевым в цвет боковины ежедневника. В этот момент я поняла, что погорячилась, закрашивая зрачок черным цветом. Рыжая краска у меня менее плотная и мне потребовалось 5 слоев, чтобы ее хорошо перекрыть. Решила добавить еще немного рыжего цвета на кончики шипов и на выступающие ребра чешуек. Наношу краску так же, как и золотую, практически сухой кистью, проходясь только по самым выступающим частям. Обратную сторону ежедневника я декорировать особо не буду, поэтому также прохожусь практически сухой кистью с золотой краской, чтобы поддержать общую тему. А также добавляю еще совсем немного штрихов рыжей краской. И вот тут у нас начинается самое интересное. Карандашом я наметила место, где у меня будет располагаться зрачок. Чтобы радужка смотрелась более реалистичной и интересной, я буду делать ее не однотонной. Для этого я немного развожу водой желтую краску и начинаю тонкими штрихами наносить ореол вокруг зрачка. Получается, что ближе к зрачку мы цвет делаем более плотным, более частые штрихи. И потом постепенно тонкими штрихами начинаем растягивать размер ореола. За счет того, что краску я немного развела водой, она наносится неплотным слоем. То есть основной цвет перекрывается не полностью. Дальше от края радужки к центру я начинаю наносить штрихи красной краской. Принцип тот же. В уголках краски больше, к зрачку штрихов меньше. Стараемся, чтобы красный не заходил на желтый. Для большей выразительности добавляем еще совсем немного черных штрихов. Ну и собственно рисуем сам зрачок. Поверх желтой и красной краски я добавляла еще совсем немного штрихов с золотой краской. Она немного приглушает цветность и добавляет блеска. Не бойтесь переборщить с красками и всегда поверх можно перекрыть другим цветом. Вот и все. Наш драконий глаз готов. Сверху, конечно же, нужно не забыть все покрыть акриловым лаком. Так краска не будет стираться, а рисунок не испортится. Можно не бояться носить с собой в сумке такой ежедневник. Декор не испортится и ничего не отвалится. Такой ежедневник может стать отличной идеей подарка для любителей фэнтези. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, ждите новых идей и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok